Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать всех на нашем очередном вебинаре проекта Директ Академия. И сегодня мы с вами поговорим о новом госте R70802023, заголовок библиографической записи, который вот-вот только что у нас появился. Ну, в общем-то, появился он несколько месяцев назад. В смысле, работа-то над ним велась уже давно, года 2-3, наверное, в 2021 году. Еще были статьи посвящены проекту разработки этого ГОСТа. Но вот он так тихонечко в августе этого года у нас появился на свет. И, в общем-то, мы уже должны жить по нему. Что он нам уготовил, что он нам приготовил, что там содержится самого интересного, может быть, сложного или не очень, какие вопросы возникают при его изучении. Ну, вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. У нас сегодня такое знакомство с новым гостом. Ну, я напоминаю коллеге, что наш цикл идет как цикл библиографии для небиблиографов, поэтому в дебри и глубины мы погружаться не будем. Мы пройдем только по тем основным моментам, которые необходимы для научных руководителей, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов. То есть не каталогизаторов и не библиографов. Ну, хотя специалистам, может быть, тоже что-то сегодня будет интересное или полезное. Потому что с читателями тоже работать приходится. Ну, и авторский заголовок – это вообще очень длинная история, начиная чуть ли не из глиняных табличек и Древней Греции. И самым первым заголовком, который у нас появился, небольшой экскурс в историю, совершенно самый первый заголовок, который у нас появился, был, конечно же, так называемый авторский заголовок, то есть содержащий имя автора, как важный признак, который помогает идентифицировать источник при описании книг и позволяет его быстро находить. Ну, вот еще со времен античности это все существовало. Затем, конечно же, в период мрачного Средневековья был некоторый перерыв до тех пор, пока в монастырях, как в хранилищах печатных зданий, не озадачились созданием списков книг монастырских библиотек. Ну и, с одной стороны, это были такие прообразы наших каталогов, с другой – библиографические списки литературы. Ну, вот что-то среднее между ними. Ну и среди вот таких ранних описей была запись на заднем форзаце рукописной книги Блаженного Августина о Троице, которая включала 36 заглавий, и к некоторым из них были добавлены имена авторов. Ну, никакого порядочения тогда еще не было, но такой первый прообраз, наверное, алфавитного каталога, списка источников и описания книг под заголовком. А первый выдающийся такой библиографический труд о главлении книг и кто их сложил, где-то в конце 60-х годах 17 века, приписываемый хранителю Московского печатного двора, Сильвестру Медведеву, включал около 1800 названий русских книг разного содержания, там религиозные, светские книги были, переводные, оригинальные, печатные, хотел сказать электронные, рукописные, конечно же. И вот эти библиографические описания этого труда, они содержали довольно подробные сведения об авторе или переводчике, если это была переводная книга. И вот это издание 1846 года, издание Ундольского, есть в Национальной электронной библиотеке, и можно даже вот этот источник полистать онлайн, почитать, надеюсь, ссылка действующая, вот она, и посмотреть, как это было раньше. Это небольшой такой экскурс в историю. Ну, конечно же, с развитием книгопечатания и увеличением количества печатной продукции, естественно, возникла необходимость более внимательного отношения к заголовкам. С тех пор много воды утекло, много правил появлялось, исчезало, и, конечно же, было стремление всегда к выработке единых стандартов, чтобы каждая библиографирующая организация или, как сейчас еще в ГОСТах принято писать, еще и библиографирующие лица в своих королевствах свои правила не устанавливали. Ну, они, конечно, будут, естественно, но все-таки должно быть какое-то единое стандарты, единые правила, по которым можно было бы жить всем и понимать друг друга. Ну, и вот государственные стандарты, по которым мы и живем, и в соответствии с которыми действуем, они эту проблему, в общем-то, должны призвано решать. Да, они носят скорее рамочный характер, рекомендательный характер. Есть пункты и правила, которые мы нарушать категорически не можем. Например, структуру библиографического описания взять и самовольно поменять местами элементы или области. Этого делать нельзя. Но есть и те, которые мы, как составители, например, методических рекомендаций для студентов, для магистрантов или аспирантов, которыми они будут руководствоваться, мы можем соотносить с целями и задачами таких рекомендаций. Естественно, той целевой аудитории и возрастной даже группы с особенностями подготовки и прочее. Конечно, мы можем вносить туда какие-то свои коррективы. Например, давать не полные описания, а расширенные. Или же только краткие описания. Если речь идет об учащихся колледжей или старших классов, это было бы более оптимально. Осуществлять такой выбор вида библиографического описания по полноте. Например. Но выбрав придерживаться правил его оформления. Вот это мы можем делать. Или какие-то исключения из описания, какие-то элементы. Например, для старшеклассников часть элементов мы можем не указывать. Оставить только обязательные элементы и вносить какие-то свои рекомендации. И вот таким вот образом. Но, тем не менее, все-таки это правило, все-таки это некие рамки, которые мы соблюдать должны. И креативя, напропалую иногда, мы все-таки должны оставаться в рамках ГОСТа. Не придумывать свой велосипед, а смотреть, а что есть по этой теме в ГОСТе. Если уж мы что-то обходим, то это хотя бы как-то обосновать и логически аргументировать. И ГОСТы меняются, естественно, со временем. Но пугаться этого не надо. Вообще по сравнению с западными. Иногда говорят, вот на Западе, вот. Да, это все, конечно, замечательно, но там в основном пользуются методическими, вот этими самыми методическими рекомендациями, которые на основании руководства разрабатываются вузами, обучающими учреждениями, там, издательствами и прочими. Вот, ассоциациями, да. Это методические рекомендации. Вот то, что вызывает наше восхищение. Кто мешает сделать такие же нам? Потому что по одному гарвардскому стилю рекомендации там более 80 штук. Можно считать каждый университет, который делает описание именно по этому стилю, он делает свои методические рекомендации. Они могут отличаться от университета к университету. Но все они в рамках вот этого единого гарвардского стиля лежат. И они меняются очень часто. На Западе они меняются очень часто. Мы этого не замечали, потому что мы пользовались уже готовыми методическими рекомендациями, которые кто-то для нас сделал. С ГОСТами другая история. Они меняются не так часто. Вот ГОСТ по библиографическим описаниям, вспомните, предыдущий был 2003 года, а новый 2018-го. На 15 лет мы жили по одному ГОСТу. И то мы... Ой, надо же, ГОСТ опять поменялся. Ну, раз в 15 лет, это, конечно, волнительно, но не настолько страшно ни раз в два года. По крайней мере. Но ГОСТов-то у нас много. И они меняются в разное время. Соответственно, коллеги, первое, что берем на заметку, это при изменении ГОСТа в наши методические рекомендации, если у нас были отсылки к нему, на него, пожалуйста, перепроверяйте. Перепроверяйте его статус, перепроверяйте, не нужно ли внести изменения, потому что в ГОСТе в 2018-м по библиографическим записям и описаниям ссылки на оформление заголовка, отсылка идет, отсылочный ГОСТ, 2000-го года, а у нас уже 2023-го, а 2000-й уже отменен. Соответственно, в наших методических рекомендациях мы тоже это должны поменять. Понятно, что в ГОСТе оно останется, но если только примечания не выпустят, а если у нас старый вариант ГОСТа без примечаний, то мы этого можем и упустить. Поэтому, что сейчас первое от нас требуется, это поменять ГОСТ 2000-го года по заголовкам, там, где у нас в наших методических рекомендациях или требованиях указано правило оформления на новый ГОСТ 2023-го года. Вообще ГОСТ по библиографическим заголовкам один из долгожителей, он был Едим и Ерешим, но вот ничто в мире библиографии не вечно, пришла пора обновлять и его. И поэтому мы сегодня с вами вкратце пройдемся таким обзором по основным вопросам. Что-то новый ГОСТ, где его найти и так далее. Области применения термина и определения, что там изменилось, по разделу общих положений и кратко рассмотрим самые основные разделы ГОСТа, которые чаще всего у нас встречаются в наших работах студенческих, преподавательских. Это заголовки, содержащие имя лица, или, проще говоря, авторский заголовок, наименование организации и заголовок, содержащий обозначение ресурса. То есть это книги, статьи под автором, это законодательные акты в основном и это государственные стандарты, те же самые ГОСТ и ОСТ и прочее. Вот эти три вопроса, три раздела заголовков. Мы с вами, три раздела ГОСТа, посвященных разным типам заголовков, мы рассмотрим. Там еще остаются два географически и унифицированные заголовки, но это вы уже сможете самостоятельно посмотреть в качестве домашней работы, сравнить, что было, что стало. Мы разбираем только самое основное, что чаще всего у нас и встречается. И первый вопрос. ГОСТ, что изменилось? Библиографическая запись заголовок теперь называется так. Он приобрел статус национального стандарта, появилась буковка «Р» в названии. Буковка «Р» свидетельствует о том, что это стандарт национальный. У нас два вида стандарта, межгосударственный и национальный. Вот «Р» указывает на то, что это национальный стандарт. Утвержден, ну, номер практически, только 0 добавилось, осталось также 780 и поменялся год естественно. Утвержден и введен в действие приказ МО 25 мая 2023 года. А даты введения его в действие это 21 августа нынешнего года. То есть вот совсем-совсем свеженький. Введен он впервые. Старый ГОСТ отменен без замены. Просто отменен и все. Поэтому, как быть странам ближнего зарубежья, которые ориентируются на ГОСТ 2003 года, межгосударственный стандарт по библиографической записи и описанию, ну, честно говоря, не знаю. Либо ориентироваться на наш стандарт, потому что тот отменен и выведен, по-моему, даже не имеет статуса действующих. Если бы он, старый ГОСТ, остался в статусе действующего, то тогда он остался бы в статусе действующего, мы бы это увидели. Ну, а он бы просто отменен. Поэтому здесь вопрос остается. Наверное, ориентироваться на вот этот новый национальный стандарт. Уж не знаю. Для Российской Федерации все гораздо проще. Национальный стандарт, пользуемся им. И что нового у нас появилось? Да, кстати, все практически данные необходимые для библиографического описания на этот документ, вот они на этом слайде есть. Видела вопрос про презентацию, презентации не будет, но ГОСТ, вот этот новый, я вам для скачивания, на всякий случай, если кому-то нужно, нужно, важно и еще пока нет, то можно забирать из вкладки файла. Пересмотреть запись можно будет, запись будет и на канале, и в нашей группе, в конце нашей встречи, вам ссылки тоже дам. Ну, а так, приходите на курс, там мы будем практически заниматься отработкой составлений библиографических заголовков библиографической записи, вот как раз на эти три вида. Заголовки авторские, наименование организации, законодательные ресурсы и наши стандарты ГОСТы и ОСТЫ. Вот прямо на практике мы это целую пару будем отрабатывать, плюс еще домашние задания. Могу сказать, что после даже одной пары уже с заголовками, особенно на законодательные ресурсы, которые так сильно боятся все практически не библиографы, проблем не возникает. Я вам покажу одну хитрость на курсе, и мы ее отработаем, которая позволяет очень быстро делать описание, и они становятся одними из самых любимых, а потому что там делать особо ничего не приходится. Главное только найти нужные данные. Как это сделать? Вот на курсе с вами как раз эту фишку покажу и натренируемся. И как проверить статус вообще любых ГОСТов. Очень рекомендую вот этот ресурс. РССайт, РСТ, Российский институт стандартизации. Поиск межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации. Здесь только нужно очень четко вводить название или возначение ГОСТа для того, чтобы найти. Все очень просто устроено. Поиск он выдает сразу весь список всех стандартов, которые мы ищем. мы вводили вообще по СИБИДу. Ввели название серии. Сейчас не воспроизведу уже. По издательской библиотечной деятельности. Система стандартов по издательской библиотечной деятельности. И по всем ГОСТам он выдает вот таким вот списочкам выдачи на странице, где сразу виден статус. То есть сразу становится понятно, что действует, что нет. Очень легко по этому ресурсу проверять. То есть мне надо каждый ГОСТ открывать. Сразу по списку видно. Если вывести сразу все библиографические, издательские стандарты, то можно сразу увидеть все статусы. И вот мы на этом сайте видим, что ГОСТ 2023 в статусе действующего, ГОСТ 2000 года по заголовкам отменен. То есть не заменен, не остался в статусе межгосударственного стандарта. Даже межгосударственный стандарт он отменен. Ну вот это вот очень хороший ресурс. Сейчас посмотрю, есть ли у меня на него ссылка. Ссылки здесь нет. Давайте я вам на всякий случай ее сейчас дам. Вот. Вот эту ссылочку забирайте. Для проверки ГОСТов это самое оно. Прямо вот эту большую-большую ссылку и копируйте. Это все СИБИДовские стандарты на 9 страницах. 171 документ на 9 страницах. Вот они как раз и здесь представлены. То есть все, что нужно нам для работы и профессионалов в том числе, вот по этой ссылочке вы сразу можете эти ГОСТы находить и проверять их статус. Ну и если открыть каждый ГОСТ, то можно увидеть важные данные. Сам ГОСТ, самого текста ГОСТа, самих текстов ГОСТа там нет. Это не полнотекстовая база. Это только такой реестр, который рассказывает нам о документе. Скорее реферативно-библиографическая база. Вот скорее так. Потому что некоторые важные моменты мы там тоже можем найти. Для кого, для чего, область применения и так далее. Ну и все сведения, вся история, ссылочные стандарты, то есть все, что нужно для работы с этим ГОСТом, там имеется. Ну и вот по старому ГОСТу мы видим, сразу там представлена на этой карточке ГОСТа, если откроем вся информация, дата введения в действие, ограничение срока действия. С 1 августа 2023 года он прекратил свое действие, статус отменен. И упоминание там идет, вот такая строчка. На территории Российской Федерации пользоваться вот этим самым ГОСТом R7080-2023. На территории НЕРФ про это ничего не написано. Но здесь уже надо будет думать самим. И, соответственно, давайте посмотрим, что же там внутри, что нового появилось в этом ГОСТе или что старого там осталось. А поэтому сразу и перейдем к такой теме, как область применения, термины и определения. По сравнению с предыдущим ГОСТом в новом изменилось название знаков предписанной пунктуации. Если раньше в старом ГОСТе шло название условные разделительные знаки, то уже с ГОСТа 2018 применяем термин знаки предписанной пунктуации. Здесь, по-моему, даже в 2003, если не ошибаюсь, были знаки предписанной пунктуации. Поэтому вот это разногласие было устранено. Появилась в области применения фраза, которая сейчас появляется, если обратите внимание, практически во всех новых ГОСТах, не только библиографирующие организации, но и лица, осуществляющие библиографическую деятельность. Вот такая вот история. То есть мы, составляя список использованных источников и литературы для своей курсовой или дипломной работы, в общем-то становимся лицом, осуществляющим библиографическую деятельность, потому что мы производим аналитико-синтетическую переработку информации и обработку документа, и создаем библиографическое описание. Ну, все такое серьезное, хотя казалось бы. Но для нас это хороший момент, потому что мы уже можем вполне ссылаться на этот ГОСТ, использовать его правила. А раньше всегда была отмазка. Ну, это же для библиотек, ну, это же для органов НТИ, но это же не для нас, я же чего, я просто список составляю. А нет, теперь мы являемся лицом, осуществляющим библиографическую деятельность. Про распространение на библиографические ссылки. Если в старом стандарте была вот такая фраза, что он не распространяется на библиографические ссылки, нам нужно было смотреть ГОСТ 2008 года. Кстати, очередной, по-моему, кандидат на пересмотр. Про электронные ресурсы у нас уже новые ГОСТы. Про библиографическую запись и описание новый ГОСТ. Вот заголовок теперь новый ГОСТ. Осталась только библиографическая ссылка 2008, наверное, скоро тоже будет на очереди. В новом ГОСТе вот такая фраза используется. Особенности использования заголовка библиографической записи в библиографических ссылках изложены в ГОСТ R705 2008 года. ГОСТ по библиографическим ссылкам. То есть не просто он не распространяется. Распространяется, но с особенностями. Поэтому особенности смотреть сначала, если мы оформляем ссылки в ГОСТе по ссылкам, а потом уже смотреть в этом ГОСТе. То есть они должны идти в паре. Когда мы оформляем ссылки, возникают вопросы с заголовком. Сначала смотрим в ГОСТе по ссылкам, что там написано, а потом обращаемся не вот к этому ГОСТу, а вот к этому ГОСТу. Вот тот самый случай, когда в ГОСТе 2008 года ссылки все равно будут идти от ссылки к старому. Значит, нужно все-таки переходить к новому ГОСТу. Потому что тут у нас мы увидели от меню. Арсений спрашивает, новый ГОСТ ликвидировал некоторые знаки предписанной конкуртации. Арсений, какой ГОСТ ликвидировал по заголовкам? Это вообще не про то. В библиографическом описании нет. Где вы так... Вопрос второй, где вы это услышали? Вот то, что вы привели, первый вариант – это библиографическое описание, а второе – это ссылка. Это библиографическая ссылка. Вот в ссылках мы тире опускаем. Да, там остаются точки. Большой вопрос, если вы где-то слышали или где-то прочитали, напишите, можно в личное сообщение или во вкладочку «Вопросы». Откуда эта информация пришла? Нет, в новом ГОСТе все осталось. По библиографическим описаниям тире у нас остались. Никуда они не делись. Другой вопрос, если вы их делаете для референсис и используете перевод и транслитерацию, для англоязычной части, для статей, вот там мы оформляем по международным стандартам. Они не используют знак тире. Вот там может быть. И второй вариант – это в ссылках. В ссылках, да, в библиографических описаниях нет. Ничего такого у нас не исчезло. Знаки предписанной пунктуации остались. Что еще нового появилось? Ну, в названиях разделов. Во-первых, обновлены в новом ГОСТе ссылочные стандарты. Указаны уже новые стандарты, на которые ссылаются и даются отсылки в ГОСТе по заголовкам. Название разделов поменялось. Определение на термины и определение. Добавились новые термины. Слово «документ» везде заменено на слово «ресурс». Хотя вот тоже такой спорный момент в новом ГОСТе по ссылкам на электронные ресурсы 22-го года. Опять всплывает слово «документ». То есть везде ресурс, а тут бац, опять снова пошел документ. Я понимаю, зачем это было сделано. Потому что, когда мы говорим об электронных ресурсах, вот здесь двойное понимание слова «ресурс» возникает. Ресурс – это аналог документа. И ресурс – это сайт, портал, база данных, где этот ресурс размещен, то есть этот документ. И вот тогда получается каши-каши, масло-масляное. Ресурс на ресурсе. Вынос мозга. Может быть, поэтому они вернулись к определению понятия «документ», который находится на ресурсе. Но с остальными ГОСТами это уже немножко не стыкуется. Там документ называется ресурсом. Ну, вот такая вот небольшая терминологическая чехарда с новыми ГОСТами возникает. Ну, что делать? Просто берем на заметку, что в ГОСТе по сголовку библиографической записи то, что раньше называлось документом, теперь называется ресурсом. С ГОСТом 2018 года они в этом плане очень согласованно действуют. В рамочку, наконец-то, выделили определение понятия, что такое заголовок библиографической записи, и ссылку на ГОСТ поставили, где это смотреть. Ну, вообще-то, наверное, не статья о пункте. Вот, термин определение понятия не изменилось. Заголовок как был элементом библиографической записи, предназначенным для поиска и упорядочения библиографических записей и расположенный перед библиографическим описанием, так он и остался. Ну, вот в рамочку красиво так выделилось. Правда, только одно, по-моему, определение понятия, но тем не менее. По терминам и определениям, что еще нового появилось? Вот такое вот изменение у нас вышло в старом и в новом ГОСТах. Важное пояснение к определению заголовка, содержащего наименование организации. Это в новом ГОСТе, это пункт 3.3. Вот, его вам даже сюда скопируют. Жирным выделило то, что появилось. Что такое, появилось определение понятия, да, хотя бы, что такое наименование организации. Вот когда мы говорим заголовок, содержащий наименование организации. Что это такое? Появилось вот то, что выделено жирным шерифтом, а также наименование законодательного или другого официального документа. То есть, когда у нас идет, встречается наименование законодательного или другого официального документа, то это вот как раз сюда. Либо наименование организации, сведения о которой помещены в ресурсе. И в примечаниях дается пояснение. Наименование организации – это обобщающий термин для наименования государственных учреждений, научных, учебных заведений, предприятий, общественных организаций и других. То есть, вот это все идет, смотрим в разделе, заголовок, содержащий наименование организации. То есть, когда у нас идут постановления правительства, приказы Министерства обороны, какие-то решения Государственной Думы. Это все идет под заголовком наименования организации. Вот где их смотреть. То есть, законодательные акты и различные документы органов государственной и исполнительной власти. Это все сюда, вот в этот раздел ГОСТа, мы и смотрим, как оформляется заголовок. Добавлен, ну, вот такое вот небольшое пояснение, которого в старом ГОСТе не было, поэтому не всегда было понятно, а где смотреть, а есть ли у меня законодательный акт. Ну, для небиблиографов, по крайней мере, это было затруднительно. Добавлено новое к идентифицирующим признакам. Тоже важная часть. Добавлен пункт, пункт 3.7, идентифицирующие признаки. В старом ГОСТе, вот как у нас на слайде, была просто ссылка, что это такое идентифицирующие признаки, осмотреть ГОСТ 7.76 в третьем разделе. И только потом, в четвертом разделе общих правил, в пункте 4.4 возникало определение, что же используется в качестве идентифицирующих признаков заголовки. Ну, говоря по-русски, это те пояснялки, которые позволяют нам этот заголовок как-то конкретизировать. Не просто там «отец Иларион», а кто это вообще? Может быть, этих отцов Иларионов очень много просили. А кто именно? Кто он? Иерей, протеерей, диагон. Ну, в первую очередь, с духовными лицами первое, что приходит на ум, потому что про них очень часто в этой, что касается идентифицирующих признаков, приводят примеры. Ну, и пояснение, например, документ какого образовательного учреждения здесь представлено. Если мы делаем под заголовком, то надо пояснить не просто школа Москвы, а какая номер, город, не просто какая-то школа и все. Ну, вот это мы чуть попозже посмотрим. И вот здесь в новом ГОСТе появился пункт 3.7, идентифицирующие признаки, которые нам вот эту тему и раскрывают, что это такое, зачем оно нужно, определение понятия. Это тоже очень хорошо. В самом начале мы уже понимаем, о чем идет речь. В новом ГОСТе написано, что это сведения, уточняющие заголовок библиографической записи. Даты, номера, названия, географические имена с указанием титула САНа, специальности ученой степени не так часто применяются, но иногда для списка источников это может иметь значение. И уже дальше в четвертом разделе как их применять. То есть третий раздел определения понятия у нас уже есть, нам не надо лазить в очередной ГОСТ. Поэтому очень хорошо. Ну и сразу, раз уж зашло про идентифицирующие признаки, то и пойдем в раздел общих положений. Пункт 4.1. Сразу начнем с него. определяет функции заголовка, объект, источники. То, что объектом библиографической записи под заголовком может являться документ, его составная часть или совокупность документов. Все это мы можем описывать под заголовком. И, по-моему, здесь он не сильно отличается от старого ГОСТа. В частности, вот про документ, совокупность документов составной части. Но добавилась фраза про точки доступа. То, чего в старом ГОСТе не было. То есть определена функция заголовка как основной и дополнительный точек доступа. сразу возникает вопрос. А что это за точки доступа и насколько они важны, нужны не библиографам. Для библиографов, каталогизаторов вопросов не возникает. А вот для не библиографов сразу ой, что за точки доступа еще это учить. Пока, как говорят мои студенты, иногда забейте, что это такое. Я вам чуть попозже объясню. Страшного в этом нет ничего. Для нас, не библиографов. Но знать об этом нужно. Теперь этот термин может в ГОСТах возникать достаточно часто. И нужно просто понимать, о чем идет речь. Вот, все. Для списка литературы, чуть попозже посмотрим, ну, наверное, никаких изменений не произойдет. Если, конечно, составители методички не переусердствуют и фанатично не будут воспроизводить все правила ГОСТа в методических рекомендациях. Дай бог, чтобы такого не было. Пункт 4.5. Источник сведений для заголовков. Вот здесь появились изменения, очень такие интересные. В старом ГОСТе это был пункт 4.2. И, честно говоря, мне старый ГОСТ в этом плане нравится гораздо больше, потому что там четко было сказано, откуда берем, где мы подчерпываем сведения о заголовке, откуда мы берем. Из выходных сведений документа. Все понятно. Выходные сведения, выходные данные. Титул, оборот титулового листа, концевой лист. Весь документ. Где-то могут содержаться сведения, важные для заголовка. И источники информации вне документа. Не знаем мы инициалы или какой-то один инициал автора, мы же можем его найти. Окей, Google. Алиса, подскажи. Чтобы она не выскочила сейчас. В каталогах где-то еще мы эту информацию можем добыть. Что касается, например, инициалов. Или какой-то дополнительной информации. Все понятно. Нет. В новом ГОСТе написано вот таким образом. Источник сведений для заголовка. Комплекс элементов для оформления, идентификации и информирования не потребителя о ресурсе. Вот вы поняли, о чем идет речь? По-моему, это те же самые выходные сведения документа. Зачем нужно было написать это? Нет, я понимаю, может быть, ГОСТ пишется для профессионалов. Профессионалам, может быть, эта фраза более уместна и понятна. Но попробуйте эту фразу дать в качестве руководства к действию студенту или, не дай бог, старшекласснику. Он на одной этой фразе умрет и скажет, что я ничего не помню. Что за комплекс элементов? Информирование потребителя о ресурсе. Ну, это выходные сведения. Ну, наверное, в методических рекомендациях можно оставить все-таки старую формулировку, особенно для студентов. Да не пугайте их сразу. Остальное все остается то же самое. Весь ресурс, источники информации, вне документа, и все-все то же самое. Арсений, да, и как составная часть, да, аннотация является частью у нас библиографической записи. Естественно, но это один из элементов, а у нас же комплекс, да, значит, и выходные сведения, и информация на концевом листе, и сведения с титульного листа. Ну, в принципе, это то же самое. Практически то же самое. Ну, как-то, может быть, в методичках стоит это переформулировать. Потому что, по сути, осталось то же самое. Поменялась вот такая страшная фраза. Поэтому, ради бога, в методические рекомендации для студентов, особенно первокурсников, да, даже и магистрантов, и особенно для старшеклассников, ну, замените как-то, пожалуйста, русскими словами по-человечески, скажите. Ну, картиночку нарисуйте хотя бы, откуда брать эти сведения. Вот чем мы как раз на курсе и занимаемся. На протяжении всего обучения мы собираем и составляем такие материалы для методических рекомендаций. На прошедшем курсе сейчас заканчивается. Мы вообще составляли методические рекомендации для своей целевой аудитории. Вот это вот все обсуждали, прям подбирали фразы, как это сделать, и выходили уже люди с готовыми методичками, причем в разных творческих даже форматах. Были вообще потрясающие вещи. Так что кому нужно научиться, welcome, на курс приходите. Научимся это и сделаем. Не только научимся, но и сделаем. Заголовок, виды заголовков остались те же самые. Заголовок, содержащий имя лица, наименование, организация, унифицированное заглавие, обозначение документа, графическое название. И вот эти вот три мы с вами посмотрим, которые жирным шерифтом выделены. Унифицированное, географическое, пока трогать не будем. И добавился пункт 4.3 про основную точку доступа. Что основной точкой доступа является заголовок, содержащий имя лица, и заголовок, содержащий наименование. Организация рассматривается как основная точка доступа. Вот и пришла пора нам, наверное, с вами определить, что же это такое за точки доступа. В пункте 4.3 так и пишется, что основной точкой доступа к ресурсу, как правило, являются вот эти виды заголовок. Несущих основную ответственность, то есть автор и организация, несущая основную ответственность за создание интеллектуального или художественного содержания ресурса. Что это за точки доступа? Они у нас уже не первый раз с вами всплывают и возникают, и еще в дальнейшем тоже по ГОСТу. Они будут и в пятом разделе возникать. И давайте с ними сейчас сразу разберемся, чтобы потом на них не останавливаться. Что это такое? Точка доступа – это некоторый элемент машиночитаемой записи в формализованном виде, предназначенной для поиска и выбора библиографической записи. Ну, применительно к нашим библиографическим записям – это, как говорят, выбор точек доступа. Это выбор наиболее значимых сведений о ресурсе. А наиболее значимые сведения о ресурсе, по которым мы и можем осуществить поиск – это в первую очередь, конечно же, заголовок и основное заглавие. Они играют роль поискового элемента в массиве информации и при поиске, сортировке библиографических записей. И разница между основной и дополнительными точками доступа. Основная, обязательная, дополнительная – это элементы областей, которые включаются в поиск, если запросу по основной точке соответствует большое количество записей. Ну, например, мы ищем по автору Иванов А.И. И нашлось у нас миллион записей, где автор – Иванов А.И. Значит, нам надо дальше как-то отсортировать, дальше по заглавию, или только монографии, или по идентифицирующим признакам. А кто этот Иванов А.И? Он, может быть, филолог, историк, химик, физик, астронавт и егер. Вот они, включаются идентифицирующие признаки, которые мы пишем в заголовке в круглых скобочках, пояснялки. Какой Иванов А.И нам нужен? И если мы это указали, и вот дальше по вот так элементам они могут добавляться, и мы отсеиваются лишним. Остается то, что нам нужно. Или близко к тому, что нам нужно. И вот смотрите, вот эти определения, понятия основные, дополнительные. Помните, ГОСТ, библиографическая запись, библиографическое описание. Три типа элементов. Обязательные, условно-обязательные и факультативные. Факультативные, которые мы их можем отбрасывать. Условно-обязательные. Некоторые из них нам, мы можем с ними так же поступить, но некоторые из них нам очень важны. Тот же индекс ДОИ, например, идентификатор. Который мы включаем. Почему? Потому что он является дополнительной точкой доступа. Вот этой самой точкой, по которой машина будет производить поиск. То есть смотрите, дополнительные точки доступа, если совсем по-простому, это пример наши условно-обязательные элементы. А обязательные элементы в библиографическом описании, которые обязательно должны быть, вот хоть тресни, но их нужно привести, это основные точки доступа, основная точка доступа. Вот она обязательная. И если есть заголовок, то это вот та самая основная точка доступа. И плюс еще дополнительный, который позволяет нам это как-то конкретизировать, отсортировать и убрать лишнюю информацию. Вот такая история. И сейчас идет, вообще еще в 2021 году была статья Батуриной о соотношении понятий заголовок и точка доступа. Вот как раз тогда, в 2021 году, уже шла речь о необходимости разработки национального стандарта по библиографическому заголовку. И вот кого интересует эта тема про соотношение понятий заголовок и точка доступа, вообще-то, по-моему, идет такая тенденция к смене понятий. Может быть, в сторону вот этого, может быть, и не дойдет. Но тем не менее. Вот статья, можете, кому необходимо с ней, с этой темой более подробно познакомиться, пожалуйста, вот можно посмотреть. Она небольшая. Итак, точка доступа это, условно говоря, те обязательные элементы, которые должны быть в библиографическом описании, в библиографической записи. И заголовок один из таких обязательных элементов. Вот основная точка доступа по автору, по заголовку. И смотрите, в новом госте добавилось наименование организации, а мы с вами говорили, что это заголовок органов государственной власти, исполнительной власти, наши законодательные акты, вот они подпадают сюда, в этот тип заголовка, а он является основной точкой доступа при поиске и идентификации документа. И вот теперь стало понятно, почему в гости 2018 года библиографическая запись и описание идет тенденция, мы об этом говорим, что законодательные акты рекомендовано описывать, вообще что-то рекомендовано и кулаком по столу, описывать под заголовком. Почему? А вот почему. Потому что этот заголовок это основная точка доступа к этому документу. Плюс основное заглавие. Вот. Так что вот видите, связь этих двух гостов тут прям прорисовалась. Если мы будем делать под основным заглавием, мы одну из основных точек доступа с вами потеряем. Ну и группировать их удобнее, когда они идут под заголовком. Конечно же. Что касается знаков предписанной пунктуации. Арсений, это вам. Они остались те же. Знаки предписанной пунктуации у нас никуда не убежали. Для заголовков в основном используются вот эти знаки предписанной пунктуации. Хотя, касая черта, может и использоваться. Мне, честно говоря, пока не попадало. Может быть, где-то она и есть. Если есть такие примеры, коллеги, пожалуйста, поделитесь в нашей группе в ВКонтакте, в сообщениях мне, напишите. Такой пример будет интересен. В основном вот эти вот точка запятая, точка запятой и круглые скобки для идентифицирующих признаков. Причем обе скобки считаются одним знаком. Ну и вот вот это вот в основном и используется. Как было, так и осталось. Здесь никаких изменений не произошло. по схемам заголовков в новом госте. Ну, сейчас мы просто пройдемся для сокращения времени, посмотрим, что есть в новом госте. Ну и, зная хорошо старый, можно будет сразу уже понять, что добавилось нового. Две части вообще в любом заголовке у нас могут присутствовать. Обязательная часть синенькая, основная и идентифицирующие признаки. Зелененькие у нас постоянно. Ага, Вера, хорошо. Где? Где в заголовке? Именно в заголовке. Не в самом библиографическом описании, а в заголовке. Если есть такой пример, напишите, пожалуйста. Может, может, конечно, использоваться и должна. Итак, по схеме заголовка. Основная часть идентифицирующие признаки. Ну, вот пример. Основная часть, авторский заголовок, имя лица и идентифицирующие признаки. Главная особенность в новом госте, так же, как в госте по библиографической записи и описанию, тенденция к полному написанию. Если раньше мы сократили бы вторая пол в одиннадцатый В, то сейчас пишется все полностью. Если посмотрите в гости, все примеры приведены абсолютно полностью записанные, не епископ, сокращали е, да, там, все полностью пишется. Лучше полностью. А зачем редколлегия? Вы всю редколлегию хотите перечислять, Арсений? Под редакцией лучше пишите под редакцией кого-то. В общем, всю редколлегию вы писать будете, если там 28 человек. Первых трех и ДР, или первый-первый и ДР. в любой редколлегии есть главный редактор или редактор, научный редактор. Ну, вот под ним лучше делать описание, не мучайте себя. Вообще, неважно, сборник в статье или трудов, в сведениях об ответственности лучше полностью, конечно, писать. Возвращаясь к заголовкам. Прямой, простой заголовок состоит из одного звена, то есть одна основная часть и все. И у нас есть так называемые сложные заголовки, вот те самые законодательные акты или наименование организации заголовок, содержащие наименование организации, вот они как раз у нас состоять могут из нескольких звеньев. Два, как минимум, может быть и три, а может быть и больше. Отделяются они знаком точка, вот этот сложный заголовок, и здесь очень важно понять, где заканчивается заголовок, где начинается основное заглавие, поймать вот этот момент, где закончился заголовок, где началась статья. Потому что они тоже отделяются точкой. Ну, в общем-то, если со сложными заголовками немножко иметь дело, то уже, ну, они, как правило, унифицированы. Да, и название документа, следующего, за сложным заголовком, ну, отловить, в принципе, включив мозг, можно запросто. Российская Федерация закона, а дальше об образовании, о чем-то еще. И вот мы уже понимаем, где закончился заголовок, где началось основное заглавие. Вот три, два вида заголовка, простой и сложный. Идентифицирующие признаки могут добавляться как к простому заголовку, так и к любому звену сложного заголовка. Чаще всего мы вот с этим делом не имеем дело, поясняющие вот эти идентифицирующие признаки либо добавляются сюда с авторскими заголовками, чаще всего используются. Ну, и здесь тоже могут быть при наименовании организации, когда нужны какие-то дополнения. Но они к любому звену могут присоединяться. Более подробно об идентифицирующих заголовках. В разделе третьем содержится определение понятия. В разделе четвертом пункт 4.7 что может включать в себя идентифицирующий заголовок, номер, даты, географический. Вот то, что написано текстом, мы просто выделили и сделали таким буллетом. Ну и что-то еще. И более подробно правила применения и оформления идентифицирующих признаков дополнительных приводится в разделе 5, посвященную заголовку, содержащему имя лица. Пишутся без сокращений. Вот там, в разделе 5, можно найти вот эти пояснения. Пишутся и в пункте 4.7. Пишутся без сокращений номера и даты арабскими цифрами, века римскими, даты через тире без пробелов. 2010-2023 ставим тире, но без пробелов. Ну вот так вот. Почему не дефис, не знаю. Ну, наверное, большой ошибкой не будет, если наши старшеклассники, учащиеся колледжи, поставят дефис, так как мы это обычно делаем. Наверное, это не катастрофа. Но по правилам все-таки через тире. Вместо отсутствующей даты пробелы, соответствующие цифрам количества. То есть, если дата рождения и человек еще жив до сих пор, то 4 или не закончилось еще что-то, какой-то период, то 4 пробелы ставятся. Вместо 4 цифр. Даты. Правители лица духовного звания, личное имя и числительное приводятся в заголовки римскими цифрами. Это в заголовке. Ну, если это уходит в идентифицирующие признаки, тогда в идентифицирующие признаки. Но в основном они пишутся в заголовки, а там в идентифицирующих приводится уже пояснение. Ну, если вдруг случилось, то вот иметь это. И самое главное, разные признаки через вот этот знак. Точка с запятой. В круглых скобках у нас есть дата, у нас есть, например, имя лица, у нас есть духовного лица, например, есть светское имя, есть сан, есть какие-то даты или что-то еще. И вот эти вот разные группы признаков перечисляются через точку с запятой, отделяемую пробелами с двух сторон. Причем, если вы будете копировать примеры из самого ГОСТа, там почему-то отделяется пробелом только с одной стороны. А это неправильно. Ну, то есть в ГОСТе тоже могут быть очепятки, но человеческий фактор, все понятно. Поэтому внимательно смотрите. Библиографические знаки предписаны пунктуации. Мы помним. Пробелы с двух сторон. Поэтому в идентифицирующих признаках пробелы с двух сторон, отделяющие знак, точка с запятой. С двух сторон, не с одной, поэтому отсылать студентов наших магистрантов «Смотри правила, пример» в ГОСТе, ну, лучше сделать правильный пример в методичке. Потому что в ГОСТе тоже могут быть опечатки, они и сделаются опечатками. Потом принесут вам, скажут. А здесь вот, скажут, что ж ты ошибки не видишь. А он не должен видеть. Он должен делать. Про, это вот вкратце про наши идентифицирующие признаки. Про язык заголовков и дополнительные еще моменты, которые нам тоже могут быть важны. Сокращения, как указывают инициалы или не инициалы, шрифты и все прочее. Что в новом ГОСТе для нас полезного содержится? Язык заголовка, как правило, совпадает с языком библиографического описания. Это пункт 4.8. Смотрите. Вот там более подробно об этом рассказывается. И вообще вот эти пункты 4.8, 4.9, 4.10 и 11, вот они ответы на эти вопросы содержат. Но при этом здесь же в этом 4.8 заголовок может быть составлен на языке текста ресурса, также на языке перевода в транскрипции, транслитерации на язык и или графику, выбранные составителем библиографической записи. То есть это вы можете регулировать самостоятельно. Но если уж в одном случае так применили, смотреть, чтобы в других аналогичных случаях было ровно так же. То есть здесь мы можем вот это правило в своих методических рекомендациях немножко описав человеческим языком предложить тот или иной вариант в случае переводной литературы или литературы на иностранных языках, как приводить заголовок. В данном случае для студентов. Как это проще? Здесь уже сами смотрите. Можно вот здесь выбранные составителем библиографической записи. Здесь мы можем свою творческую составляющую проявить. При составлении заголовка норма современной орфографии соблюдаются прописные буквы в соответствии с нормами языка, на котором составлен заголовок. Сведения в заголовке в именительном падеже и в конце ставим точку. Вообще всегда в конце заголовка, так же как в конце библиографического описания точку ставим. И самый главный пункт по поводу сокращений 4.10. В заголовке не применяются сокращения отдельных слов и словосочетаний за исключением личных имен, которые возможно сокращать до инициалов. Вот, коллеги, пункт 4.10. Прямо на заметку берите себе методические рекомендации. Включайте. Даже здесь я выделила вам красненьким по желтенькому, потому что в гости все примеры в основном приводятся полное написание имени отчества. И что делают часто разработчики методических рекомендаций? Смотри в гости. Мы как привыкли писать? Фамилия инициалы. Насколько мы это учили? И в библиографических описаниях в гости 2018. Фамилия инициалы. А теперь мы что скажем? А вот в гости по заголовкам надо писать полностью. Значит, теперь пишите полностью. Раз так. И послали несчастных студентов в гост по заголовкам. Пункт 4.10. За исключением личных имен, которые возможно сокращать до инициалов. Согласно пункту 4.10. Библиографических описаний в библиографических записях. Включите. Пишем вот таким вот образом. И в том виде, в котором может представляться, оформляться наш авторский заголовок в пятом разделе, вот этот вариант фамилии инициалы, он есть. То есть вы два пункта можете на них сослаться и спокойно оставить как было. Не надо мучить несчастных студентов и научных руководителей искать как полностью расшифровывается имя, отчество этого лица. Зачем? Насколько это важно? Наверное, пусть лучше работают над содержанием своего труда, чем над расшифровкой инициалов. Все, у нас есть два пункта, вот 4.10 точно, которые мы можем взять. 4.11. Про шрифт. В библиографических записях заголовок может быть выделен полужирным шрифтом. В записях, предназначенных для каталогов на каталожных карточках в макетах аннотированной карточки заголовок приводится на отдельной первой строке по ГОСТу R7.0.13. Вот опять, нужен ли этот пункт не библиографом? Наверное, нет. Вот, сейчас мы немножко вперед забежим. Вот так на карточке будет выделяться обычно на каталожных карточках или на одном уровне, либо вот такая висячая строчка выходит. Вот так. Но мы это в библиографических описаниях нормально пишем. Вот так. Ну и оставьте это. Не надо вот это делать. Это для каталогов, это для картотек, это для библиотечных каталожных карточек, для макетов аннотированных карточек, но не для небиблиографов. Пункт 4.11 не надо вот это. На дореформе да, на языке оригинала все правильно. Вот, 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 и шерифт тоже мы можем не выделять. Можно не требовать. Для списка источников это можно опустить. Вот этот полужирный шерифт, он допускается, но не обязательно. Отдельная строка тонкая для каталожных записей. Пожалуйста, вот это вот без лишнего фанатизма, не надо в своей методичке вот этот пункт перетаскивать полностью. Нет, теперь делайте с отдельной строки, они не каталогизаторы, не надо это студенту. По заголовкам, содержащим имя лица. А, Вера, а мы говорим, это в авторской ответственности вы имеете в виду вот какая авторская ответственность в заголовке или где. Вот это вы имеете в виду? В сведениях об ответственности, Вера, тогда в чат нам напишите, хорошо. Значит, в, 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 сколько кого приводим в заголовках, если говорим об авторских заголовках, правило, остается то же самое. Один автор в заголовке и за косой чертой, если вы это имеете в виду, то это не заголовок, касая черта, это уже сведения об ответственности внутри библиографического описания. Один, три автора, четыре автора приводим всех, трех приводим всех, и если пять и более авторов и четыре автора, описание делается под заголовьем, и они все указываются в сведениях об ответственности, в случае пяти и более авторов, три и строчка другие. В пункте один, то есть здесь вот у нас осталось, как осталось. Также и в гости 2023 года в заголовке приводим первого автора, остальных уже в сведениях об ответственности уже по ГОСТу 2018. Если четыре и пять авторов, четыре и более, то тогда делается под заглавием. И в пункте пять и один в заголовке могут быть приведены имена авторов произведений, авторов записи, переработки адаптации и много-много кого-чего всего перечислено, но следом в принципе да, можем, да, Татьяна, ну, здесь немножко может возникать путаница, это два разных раздела, заголовок это не часть библиографического описания, то, что Вера говорит правильно, за косую черту и мы приводим всех авторов, но это уже само тело библиографического описания, а заголовок это голова, вот в этой голове до названия произведения, где косая черта используется, вот этот пример нас интересует, а то, что в библиографическом описании, да, там еще и две косые черты даже используются, да, для составной части ресурса, так что да, это немножко разные вещи, но в пункте 5.2 вот он, почему мы вот сюда вот это вынесли, в пункте 5.2 в этом же гости по заголовкам говорится, в качестве основной точки доступа в заголовке приводят имя одного автора, вот на этот пункт мы с вами и ориентируемся, при наличии двух и трех соавторов указывает имя первого или выделенного имя первого или выделенного каким-либо способом. Вот это тоже для заголовка очень интересное новшество, которое появилось в этом гости. Если у нас два или три соавтора, то мы указываем, ну, как всегда, имя первого или выделенного каким-либо способом. То есть он может идти не первым получается, не по алфавиту, но выделен типографским способом, например, жирненьким, и мы его должны указать, тогда получается в заголовке выделить, указать первым. А тогда как указывать в сведениях об ответственности строго по алфавиту или его первого остальных как придется, да, следующий и за ним, вот как быть здесь. Вот этот момент, который тоже в методичке нужно очень четко прописать, потому что если мы просто пошлем человека «Смотри ГОСТ 5, пункт 5, 2», он нам и нас смотрит. Если соавторов 4 и более, то заголовок не применяют, а составляют библиографическую запись под заглавием. Ну, в общем-то, это то, что мы делали. Вера, немножко не так. Это не область от другой. Области у нас отделяются другим знакомом предписанной пунктуации. Вера, приходите на курс, разберем все досконально. Это отделяет элементы. Для отделения областей у нас специальный знак существует. Вот тот, про который нас Арсений спрашивал. Превращается он или не превращается? А это элементы. Это элементы, касаясь черта элементов. Вот, вот что появилась вот такая вот вещь. Поэтому, хотя в пункте 5.1 и написано, что могут быть приведены имена кого только нет, в методических рекомендациях пожалуйста, оставьте по-старому, опираясь на пункт 5.2. Пусть приводят имя первого автора в заголовке, либо если он их несколько и он выделен каким-либо способом, его в заголовок поставят, но в сведениях об ответственности приведут так, как это приведено на титул внести. Ну, вот, наверное, это решение вопроса, если он идет по алфавиту не первым, а мы его поставим первым в заголовок, тогда нужно быть готовым обосновать это решение. Ну, вот, пока вот такой скользкий момент здесь есть. Вот, пункт 5.2 возьмите, пункт 5.1. Если это, например, там, воспоминания Екатерины Второй, там, составленные, у него есть автор-составитель, писать ли его в заголовок. Раньше мы этого не писали, мы писали за косой чертой, автор-составитель такой-то, указывали, а давали книгу под заглавием. Вот здесь смотрите, будете вы в методических рекомендациях это пояснять или нет, но тогда в заголовке мы должны через запятую еще ввести дополнительные пояснения, вот, как это делается на каталожных карточках, что это автор-составитель и потом его заказывают чертой, как автор-составитель указывать вопрос, надо ли мучить этим студентов или оставим, вот возьмем пункт второй, что могут быть приведены имена там составителей, собирателей, переработчиков, адаптаторов, переводчиков и прочее, а могут быть не приведены. Вот здесь мы можем варьировать. Окей, мы обойдем этот пункт, а мы не будем их приводить. Только автор в произведении одного, согласно пункту 5.2. То есть внимательно смотрите, пожалуйста, вот эти пункты 5.1, 5.2 и на основании их сделайте внятные методические рекомендации. Кого сколько приводить, потому что если вы человека просто пошлете смотреть в гости, он запутается окончательно. Вот то, что есть допущения, это хорошо, но с другой стороны, мы их должны в общем-то четко регламентировать. Поэтому, пожалуйста, в этом моменте пункты 5.1, 5.2 посмотрите очень точно. Про точки доступа. Вот еще раз, в разделе пятом опять периодически по ГОСТу к этому вопросу идет возврат. И в образцах самое главное вы можете увидеть вот такую схему, вот так приведены схемы. То есть приведена библиография, это из образца ГОСТа, причем поправленные знаки, там местами были пропущены пробелы. Здесь их расставили правильно, это вроде как пример забирать. Жирным шрифтом мы не делаем для списков источников, для письменных работ просто обычным шрифтом. Отделяем точкой, мы оставляем инициалы, мы можем не расписывать полностью, пойди, найди, а вот инициалы, они чаще попадаются. Мы убираем часть информации вот отсюда, факультативные и условно обязательные некоторые элементы, потому что вот это количество экземпляров тоже не важно, номер СБН оставляем. И в конце идут дополнительные точки доступа, вот таким образом они оформляются. Видите, мы ищем по Гавриловой, поиск как происходит, по Гавриловой, это основная точка доступа, по названию и есть еще второй автор, вот его тоже включают в эту дополнительную точку доступа, по нему тоже будет производиться поиск. И по имени того лица, вот у нас есть лицо, которому посещена эта книга или что там, брошюра, да нет, книга уже 55 страниц, Александр Невский. Вот мы дополнительные точки доступа сделали, еще можно было бы там по историко-культурному музею, заповеднику, например, по издающей организации, еще третью точку сюда добавили. Вот, пожалуйста, без фанатизма, вот эту часть для методичек по составлению списков, источников не берите. Зачем? Для библиографов, для каталогизаторов, да, это важно, да, дополнительные точки доступа указать, привести на наших карточках или включить в электрон. это другая история. Не библиографом не надо. Вот эту из образцов не берите. Разработчики методических рекомендаций, пожалуйста, не вставляйте в них, а ставьте простой, как у нас было. Понимаете, если это направление подготовки студентов по каким-то библиотечным, библиографическим специальностям, окей, я согласна, хорошо, пусть будет список источников, они тренируются, им это потом делать, и с этим работать. Но для студента лесотехнического колледжа определять дополнительные точки доступа, где тут основные, где дополнительные, скажите мне, зачем? Он будет работать каталогизатором, он будет работать на участке по формированию библиотечных фондов, он будет заниматься обработкой новых поступлений, он будет вносить информацию в электронные каталоги библиотеки. Нет, он пойдет в лес, пусть идет в лес и делает все, как надо, чтобы наши легкие зеленые дышали. Не надо ему это, лишней информации, пожалуйста, без фанатизма, только самое основное, пусть он хотя бы просто источник приведет, пусть краткая форма описания библиографического, но заголовки правильно укажет, и библиографическое описание правильно составит, пожалуйста, без фанатизма, потому что в образцах, в гости это есть, но в первую очередь гост ориентирован на специалистов. Пожалуйста, когда пишете свои методические рекомендации, не забывайте об этом. И вот на карточке вот тот самый пример, который мы с вами смотрели, заголовок немножко по-другому будет у нас выглядеть, на другой строке. Опять же, требовать вот такой формы записи от студентов, ну зачем? это не каталожная карточка, это не каталог, наверное, не надо. И вот у нас остается простое описание, хотя бы вот в таком виде привести. Заголовок есть, основное заголовье есть, сведения об ответственности есть, вер, видите, вот он знак, но он у нас находится внутри области, внутри области, он отделяет элементы. место издания есть, издательство есть, год есть, страница из БН, все есть, но осталось только дописать, там текст непосредственный, если это требуется. Если большинство печатных источников в списке, то мы еще и это опустим. Все, вот готовое описание. Мы убрали то, что можно убрать, оставили то, что самое главное, самое важное. И мы еще будем напрягать студента, определить, какие здесь точки доступа дополнительные, зачем ему это. Пусть он вот это научится делать, а точки доступа будут дополнительные, будут определять уже библиографы и библиотекарь и каталогизаторы. Хорошо? Вот в методичках, пожалуйста, не переносите сразу все из голодов. Виды, как будет выглядеть заголовок, содержащий имя лица авторские, какие варианты допустимы. Ну, вот здесь на примере мы рассмотрели, а виды, они расписаны в самом госте, в пятом разделе. вы уже это сможете сами посмотреть и соотнести с нашими примерами. Но самое главное, что пример фамилии и инициалы, он присутствует в пятом разделе. И вот в качестве примера мы его тоже здесь приводим. Вот он у нас есть. И еще одна интересная вещь у нас появилась в новом госте касаемо это вот как раз пункт то, о чем мы сейчас на слайде говорим, это пункт 5.5. Вот он. Кого приводят в качестве имени лица? А вот в пункте 5.6 появилось очень хорошее для несчастных страдальцев, не библиографов, пояснения. Фамилию приводят в начале заголовка. Как правило, отделяют от имени, имен, отчества, инициалов, очень перечисленные все варианты, запятой. Вот то, что у нас и есть. Да, вот оно все приведено. А дальше следует фраза, которой в старом гости не было. В зависимости от особенностей языка при затруднении определения фамилии и имени автора заголовок приводят в прямой форме без запятой. И приведены примеры, которых в старом гости нет. Вот этого в старом гости нет, а в новом есть. Вот эти наши любимые Кимирсены, Пончжунхо, Си Цзиньпины и прочие азиатские имена, в которых поди определи, где тут фамилия, где тут имя. А в китайском там вообще особое написание имен и фамилий, там целая история, связанная с традициями, культурными особенностями. Не все так просто. Вот возникает вопрос, да, и как же там определить. А этих азиатских народов в каждой стране свои особенности. И вот новый ГОС облегчает нам участь. Если раньше мы все-таки это искали и ломали голову, как же здесь написать, кто первым, вторым и так далее, фу ты, господи, спасибо пункту 5-6, пишите как есть. Приводят в прямой форме без запятой. То есть как приведено на титульном листе, так и написали. И не мучаем голову на этот счет, не ломаем мозг. Вот эти примеры прямо с ГОСТа из нового приведены, поэтому здесь можно вздохнуть с облегчением. Можно не мучиться и приводить как нужно. Вот такая история. Поэтому сюда в примеры еще вот этот пример тоже потом можно будет дописать, что это исключение из правил. Ну и по идентифицирующим пунктам. Раздел 5, пункты 5-9, 5-10. В каждом из них еще гора подпунктов. По каждому случае еще приводится объяснение. Вот это я вам сделала такую выборку идентифицирующих признаков из текста. Конечно, там все размазано по тексту ГОСТа, все эти признаки, все эти примеры. А вот эту табличку я просто вам отдельно ее сделала. На курсе прям всем там еще море информации и всяких дополнительных материалов и шаблонов всем участникам курса. Во-первых, мы с ними поработаем, их проработаем, вы научитесь их использовать и естественно все это получаете. Вот примеры, вот они. Как это знак? Не забываем пробелами с двух сторон. Вот то, что видите разные типы признаков вот этих пояснялок у нас используются. Мы поясняем, что Константин Константинович это великий князь российский и приводим годы жизни. Вот, тире без пробелов. И они отделяются знаком точкой запятой. Вот, а группы разнородных сведений отделяются знаком точкой запятой. Также как в сведениях об ответственности. Да, как приведено Анма, что это наверное, да. вот, по псевдонимам, да, вопрос был. Ну, давайте посмотрим. Да, да, Юлия, Юлия Авдовиченко. Иван бездомный. В таком порядке, да, бездомный Иван, конечно же. Вот здесь. Вот здесь у нас как будет? Бездомный Иван. то есть у нас ой, сейчас я его возьму, не то, не то беру. То есть инверсия. Ага, спасибо, Юлия. Вот этот слайд, мы должны были с вами поработать с ним и определить в каком порядке нужно было приводить. Спасибо, что напомнили. Мы его немножко проскочили. За счет недостатка времени мы просто с вами идем обзором. Да, конечно же, фамилия по тем правилам, которые приняты, псевдонимы и коллективные по правилам принятых для подлинных имен. То есть вот таким образом. Но потому что у нас это лица духовного звания там имена будут. А здесь да, совершенно верно. Спасибо. что напомнили. Так, и авторский знак теперь будет другой. Спрашивает Нина Окладникова. Вот с авторским знаком вопрос, который остается. А если так, то как? Если мы ставим выделенного полиграфическим способом автора на первое место, если их несколько, и мы его ставим, указываем в заголовке, получается, то тогда получается так. Вот вопросы еще остаются. много хорошего в новом ГОСТе. Спасибо за пункт 5-6, но вопросы вот эти с авторским знаком, один из вопросов, которые возникают. А как теперь определять? И вот те же самые азиатские имена, которые ответы. А как теперь? Ну, вот пока вот так. Надеюсь, что методические пояснения будут и вебинары еще на эту тему по новому ГОСТу или уже есть записи, надо поискать, найти, либо наверняка будут. Я надеюсь, что там пояснения по этому поводу тоже будут даны разработчиками либо в примечаниях. И в качестве идентифицирующих признаков звания, хотела сказать сан, степени научной. Ну, приводить опять же нужно, наверное, в том случае, если, например, в списке литературы два автора, ну, один там кандидат в филологических наук, другой в химических наук, или один в физических наук, что ближе, да, или там химических наук, или химик и биолог, полностью совпадают фамилии и имена. Только здесь точку еще надо поставить. Вот тогда, да, тогда имеет смысл разделить, где биолог, где химик, и тогда их приводить. Годы жизни можно, можно и без, для небиблиографов можно, конечно же. Но если есть, то указываем, если нет, то опускаем. Но пояснить, например, кто это, в таком виде привести светское имя и сан. Вот что нашли, то мы сюда и приводим. Если есть годы жизни, приводим, если нет, то не приводим. Иногда просто пишут, царь, просто царь. Все понятно, идет речь. или никон черноборец и приводят духовный сан или епископ Звенигородский. В годы жизни могут быть и не приведены. То есть, вот сколько есть, вот этого достаточно бывает. Светское имя и епископ. Вот. Про законы. Ну и вот структура раздела примерно вот так по пунктам, где что находится, в каком пункте искать ответы на вопросы. Юлию еще раз спасибо, про псевдоним напомнили. Все-таки мы задание сделали, но Юлия, прям благодаря Юлии. Что, что краткое содержание этих пунктов. Вот все, что входит в раздел 5. По наименованию организации, как раз про законодательные акты. Сразу пункты и разделы. Краткое содержание, что где находится. И вот оно. Заголовок наименования органа государственной власти. Структура заголовка. Вот самый важный, наверное, момент. 6, 6, 6, 7, 6, 8, которые мы постоянно используем и применяем. Это, ну и остальные пункты, конечно, для нас тоже важны. Сколько организаций, идентифицирующие признаки у них тоже могут быть. Форма проведения наименования организации в заголовке в каком виде. Как формируются простые и сложные. И вот 6, 6, 6, 7, 6, 8. Это вот самое то, что касается законодательных актов. Татьяна, можно приводить под названием закона, то есть под заглавием, но мы с вами говорили, что основная все-таки точка доступа это заголовок и основное заглавие под наименованием организации или авторский заголовок, вот для них это основная точка доступа заголовок, поэтому лучше под заголовком. А почему под заголовком лучше? Смотрите, если вы приводите в список литературы под заглавием, у вас все идет в каше. Федеральный закон, закон, регламент, еще что-то. Мы структурируем этот список. Если у вас есть заголовок, вам легче, во-первых, проверять работу, во-вторых, легче ее структурировать по заголовку. Российская Федерация законы, все законы сюда, там, Министерство образования, приказы, все приказы Министерства образования туда. И легче отсматривать, вам же, как научному руководителю, если научный руководитель, работы, вам легче увидеть, какие законы использовал, какие не использовал, какие документы официальные применял. Сразу видно, по заголовкам легче осуществлять и поиск, и структуру выстраивать. Поэтому лучше, ну и опять же, мы в тренде, в рамках костов обоих находимся. Дополнительные идентифицирующие признаки для заголовка вот этого, для законодательных, условно говоря, законодательных актов под наименованием организации могут добавляться такие признаки. Желтенькое это то, что мы можем добавлять. Номер без наращения окончания даты, географическое название имя лица. Основные правила формулирования это из пункта 4.7 вот это на розовеньком в фоне таком бежевеньком и внизу у нас примеры приведены. Лицей какой номер и место город Санкт-Петербург или лицей номер какой-то город Санкт-Петербург или международный библиографический конгресс, когда он проходил и где. Дата, географическое название. Российская национальная библиотека. Можно. Можно и без этого обойтись, мы все знаем, что это Санкт-Петербург, но можно добавить идентифицирующий признак, что именно Санкт-Петербург или какая-то другая библиотека именно Санкт-Петербург для тех Маяковского. Например, есть в разных городах или какое-то такое имя. Вот это какое-нибудь Московское или Питерское или какая-то еще. Тогда нужно добавлять идентифицирующие признаки. Опять же, с идентифицирующими признаками, без фанатизма. Где-то это необходимо, вот как здесь, где-то можно без этого обойтись. Дальше. Везде ли нужно... Сейчас Арсений наверняка спросит. А вот сборник материалов Международного Библиографического Конгресса. Его под заголовком описывать или под заглавим. Опять же, без фанатизма. Можно под заглавим. Опять же, мы не на весь сборник даем делаем описание на какую-то статью или несколько статей из этого сборника. Значит, мы можем делать без заголовка, за двумя костями чертами все как обычно делаем. В первой части у нас пойдет под заголовком автора этой статьи. Так что все правильно. Поэтому здесь тоже очень осторожно без фанатизма. А вот в законодательных актах, когда мы с вами их составляем, вот там заголовок нам очень даже пригодится. пункт 6 6,4,8 про дополнительные идентифицирующие признаки приводится исключение, когда организации у нас является орган государственной власти. Вот в этом случае мы в первую очередь пишем юрисдикцию. Вот это административно-территориальное деление. Юрисдикция, на которую распространяется действие этого органа власти. Решение постановлений и законов и прочее. Не правительство Российской Федерации, не правительство и в идентифицирующих как идентифицирующий признак пишем Российской Федерации. Нет, мы пишем Российская Федерация, правительство и вот это становится сложным заголовком. Вот для органов государственной власти принято такое исключение. Вот это важно запомнить, что у нас когда касается органов государственной власти, законодательных актов применительно к Российской Федерации, то сначала мы пишем Российская Федерация, а потом Государственная Дума, правительство, что-то еще там, президент и так далее. У нас получается сложный, в этом случае будет сложный заголовок, а не простой заголовок с идентифицирующими признаками. Вот это важно помнить. На законодательные материалы, договоры и прочие документы. Пункт 6.6. Правила формирования заголовка. Привожу только примеры. Вот оно. Российская Федерация и дальше пошло. Государственная Дума. И если есть какие-то структурные подразделения, которые выпускали этот документ, и они перечислены в этом документе, то мы их приводим. У нас может быть вот так, а может быть вот такой заголовок. Российская Федерация, Государственная Дума, бюджетная финансовая комиссия. А если у нее есть еще какой-то там комитет, то еще и заголовок расрастается. Звенья соединяются. Такое может быть. Но чаще всего два, максимум три. Российская Федерация, президент, администрация. Чаще всего два звена. Ну, департамент доходов. Кстати, реально существующий департамент в Министерстве финансов. На всякий случай. Вот два или три звена может получиться. И когда мы делаем описание на законодательные материалы, у нас может выглядеть вот таким образом. пункт 6.7.6.8. Это пункт, который у нас регламентирует... Ой, сейчас его открою. Регламентирует заголовки, содержащие наименование высшей государственной должности. Это пункт 6.7. Президенты, главы республик, краев, областей и прочее. Вот 6.7 про это. Как правильно написать. Ну и опять же, смотрите. Здесь мы написали просто, например, Российская Федерация, президент, указы. И дальше пошел о чем-то. Указ о чем-то. Этого достаточно для небиблиографов. Но по правилам в ГОСТе, там написано еще годы, указываем, какой президент, да, Путин, ВВ, годы, правление, очередного срока, скажем так. Там окончены, не окончены. Вот в этом случае для небиблиографов нам вот этого достаточно. Российская Федерация, президент указа. Татьяна Блинова про вопрос, про законы, да, пугает вот эти большие количества идентифицирующих признаков. В методических рекомендациях просто приведите примеры. И шаблоны вот такие, да, и на них, ну вот на курсе мы эти шаблоны прямо разбираем и с ними тренируемся, и они у вас будут. Прямо вот этот вот раз в методичку вставили, прям там выборку такую большую вам сделали по этим штукам. Прямо вставили и все, и у вас уже все есть. И не надо студентов этим мучить. Достаточно, что он вот это указал в заголовке уже. А вот здесь мы привели годы, это срок уже истек, да, ну вот и закон, который касался того периода, поэтому здесь годы приведены. Если не нужно, тогда тоже можем опустить. А вот на зелененьком это пункт 6.8 уже. Что касается разных законов, договоров и там военных уставов, наставлений и прочего. То, что относится 6.8 и 6.9. То, что относится... Так, сейчас я вам открою. Вот. Заголовки наименования законодательных или иных официальных документов. Вот они относятся как раз к наименованию организации, их сюда отнесли, и поэтому они включены вот в этот раздел. Про законодательные акты, законы, федеральные законы. Вот это вот сюда. Пишем Российская Федерация, законы, и дальше пошел закон. Российская Федерация, что-то у нас еще может быть. Ну и вот в таком порядке сложный заголовок у нас тоже формируется. И вот как, например, по этому пункту 6.8 выполнен федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Вот так он будет выглядеть под заголовком. А вот так он будет выглядеть под заголовком. Видите, примерно все остается то же самое. Только мы добавляем вот этот заголовок. Если у вас уже есть заготовленные шаблоны вот этих вот заголовков, вам остается вот только поставить. А вот это вот все страшное, каким правилам делается, да если еще мы из электронных ресурсов это все берем. Вот на курсе мы как раз с этим. У нас отдельная тема будет для преподавателей, особенно научных руководителей, магистрантов и аспирантов. И вот там мы целую пару как раз будем тренироваться. Я вам покажу, как это легко просто делается. То есть вот это все не из головы, а есть схемы. И по ним очень легко, если знаешь, откуда из документа это все собрать. Вот это буквально за одну пару мы увидим. Просто как орешки уже начинают слушатели щелкать. И наконец, ну вот самое сложное, наверное, мы с вами уже посмотрели. Про законодательные ресурсы, про вот эти вот наименования организации заголовок, авторский заголовок. Кстати, в авторском заголовке мы многое прошли. Там очень много примеров. Новый год добавилось хорошо из правил российских, российских правил каталогизации. Про сложносоставные фамилии, про псевдонимы. Если точные годы жизни не указаны, то как это делать. Ну мы договорились, что для небиблиографов можем опускать. Сведения о специальности. Отдельно пункты идут имена правителей и прочее, прочее, прочее. И вот таким образом мы с вами практически добрались до завершения. Татьяна Михалевич, международный книжный знак, имеется в виду международный книжный номер ИСБН, да? Текст непосредственный. Это вопрос... Татьяна Михалевич, поясните, пожалуйста, это вопрос или это комментарий уточнения? Я просто никак не... А, вопрос. Все, поняла. А то я уже так думаю... Что-то я где-то упустила, наверное, новое. Смотрите, международный списки. ИСБН приводить, да, это обязательно международный книжный номер. Вот этот последний ИСБН. Это тоже основная точка доступа, по которой мы можем найти, то ли это издание или нет. Потому что иногда шульмуют. Издание третье, а смотрели второе. Ну, вроде автор заглавит, совпадает. Ну и данные с второго поставили. По номеру ИСБН, а там страницы не совпадают. Акосы третье издание. По номеру ИСБН мы тоже можем ввести его, найти эту книгу и проверить, да, тут источник или нет. Поэтому ИСБН, да. А вот текст непосредственный, если большинство источников в списке печатные, то текст непосредственный мы можем не писать. А вот для электронных ресурсов, текст электронный, мы тогда пишем. Правила меньшинства для списка источников. То есть, если большинство печатные, мы этот последний элемент опускаем. Если вид содержания, средство доступа называется. А вот для электронных ресурсов пишем. И наоборот, если большинство электронные ресурсы, а меньшинство печатные, тогда для меньшинства пишем, для большинства опускаем. Ага, Ирина Тушканова заметила, почему выделено серым цветом. Вот это, одобрено Советом Федерации. А потому что есть некоторые элементы при описании законодательных актов. Вот это вот как раз один из них, который мы можем опускать. В библиографических описаниях допускается опустить этот элемент, а можем не опускать и писать полностью. Но если уж начали писать в одном месте, то во всех законодательных актах мы это пишем. Вот это мы тоже на курсе разбираем, этот вопрос. Да, подтвердили свою догадку. Там много еще моментов, как указывать законодательные ресурсы из собрания законодательства Российской Федерации, как с электронных ресурсов. И, конечно же, когда мы это делаем под заголовком, к нашей теме возвращаясь, нам уже легче в них ориентироваться. Их может быть очень много в списке источников. Один-два не страшно, но, как правило, их гораздо больше. Ну и по заголовку вы, как научные руководители или рецензенты, вам легче ориентироваться, сколько этих самых законов посмотрел студент. А все ли из них, когда идет в общем порядке под заглавием, а здесь сразу. И последнее, что у нас осталось, это обозначение документа про стандарты. Как был, так и остался. Малюсенький совершенно разделчик в ГОСТе. Раздел восьмой. И три пункта. Стандарты ресурса по техническому регулированию. Это наши ГОСТы, ИСО и всякие документы по техрегулированию. Пункт 8.2. Технико-экономические нормативы, санпины, санитарные правила, экологические и прочие. Вот они здесь есть. И пункт 8.3. Это патенты. Вот три варианта, которые в этом ГОСТе представлены. Собственно, они же были представлены и в старом ГОСТе тоже были. Но изменения тоже коснулись этого маленького разделчика. Например, в новом варианте не говорится про цифровое или буквенное обозначение документа буквы Е и Э. А вот в старом ГОСТе это было. В заголовке приводят также буквы Е и Э, отражающие принадлежность объекта стандартизации к экспортной продукции. Из нового ГОСТа это ушло. Этой фразы уже нет. Просто сказано, что приводится индекс ресурса, регистрационный номер и год утверждения. Вот как приведено у нас в примерах. Все, что есть в новом ГОСТе. Ну и приводятся ресурсы. Название ГОСТ, ГОСТ-Р, то есть межгосударственные или национальные стандарты, ИСО, ТСТР и тому подобное. Вот это вот все ОСТы, СТП, ТУ, если они есть, это все относится вот сюда к тому подобному, если вы с ними сталкиваетесь. В пункте 8.2 в новом варианте добавились слова, если старый у нас звучал так, заголовок на технико-экономические нормативы, нормы, имеющие обозначение, содержит индекс документа, цифровое и буквенное обозначение документа и год утверждения, то в новом ГОСТе это примерно вот так звучит, что заголовок на технико-экономические нормативы, нормы, санэпидемправила, нормы, санитарные правила, содержит индекс ресурса, нумерационное обозначение, слово-то какое, включающее последние две цифры года принятия. Ну вот, если в старом был год утверждения, то здесь две цифры года принятия. Ну вот, вот так вот это немножко изменилось в формулировках. И в третьем пункте очень коротко написано про патенты. Сократили этот пункт. Содержит обозначение вида ресурса, номер, название страны, выдавший патент, и отделяемый запятой индекс международной патентной классификации. Все. В старом ГОСТе расписывалось, помимо того, что мы озвучили, индекс международной классификации изобретений или индекс международной классификации промышленных образцов или международной классификации товаров и услуг. То есть они перечисляли. Здесь только международная патентная классификация. Ну вот с этим нужно будет смотреть, что это за патенты и о каком патенте идет речь. Что за международная патентная классификация, что где находится, откуда берется и что эти номера обозначают. Это на материалах курса у нас есть, это мы тоже разбираем. Конечно, в рамках одного вебинара мы подробно на патентах останавливаться не сможем. Но имейте в виду, что здесь используется знак запятая. Самое главное, вот эти обозначения просто берем и вставляем. И видите, в круглых скобочках год, месяц вот так записывается. Особая статья у нас появилась с патентами, с которыми еще тоже нужно будет разбираться, смотреть, открывать эти классификации, выбирать, смотреть вот эти номера для этих патентов, если в источнике они не указывают. То есть, ну вот, да, проделывали такую работу, открывали, искали, смотрели. Ну, на курсе вам эти шпаргалки. Точно, точно, да. Вот, ну вот, коллеги, и все на сегодняшний день. Мы с вами добрались до завершения нашей встречи. Разобрались, так, надеюсь, с ГОСТом хотя бы приблизительно по заголовкам. Спасибо большое всем, кто был с нами. Ну, еще у нас остались, конечно, но с географическими, унифицированными заглавиями задания найдем. Попробуйте разобраться самостоятельно, что там появилось. Мы только самое основное, что может быть полезно не библиографам. Ну, еще раз, коллеги, в завершение нашей встречи, напоминаю, 18-го числа у нас будет мастер-класс по как раз составной части ресурса. Будем разбираться и отрабатывать. Шаблоны подарю. Еще одну очень интересную штуку тоже подарю. Всем участникам мастер-класса. И напоминаю, что больше информации и материалов у нас в нашем курсе, который начнется в январе. Вот там мы с вами пройдем очень подробно по всем разделам, касающимся библиографических описаний, ссылок, в том числе и заголовки, ГОСТы. Все с этим будем разбираться с вами. И отрабатывать на практике. Ну и самое главное, на курсе мы будем с вами собирать и разрабатывать материал для методических рекомендаций. То есть с курса вы выйдете уже с готовым набором, либо готовым набором материалов, либо вот таким проектом или даже готовой разработанной методичкой. Ну за месяц у меня делали методички, в котором потом студенты и научные руководители на практике. Ну вот, коллеги, теперь уже точно всем счастливо, всем удачи. До новых вебинаров. Если какие-то вопросы по библиографии в нашу группу, приходите в сообщения, пишите в комментарии тоже. Будем разбирать, смотреть и искать пути решения и решения каких-то вопросов, которые возникают. Ну потому что это такая сфера деятельности, где в одиночку очень тяжело, а вот совместными трудами мы всегда сможем найти варианты решения. Всем счастливо, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok